Музыка Надо выйти на темпы экономического роста выше мировых. Да, совсем еще недавно мы говорили и о больших темпах роста, но мы также понимаем, что происходит в мировой экономике, в нашей, и должны соответствующим образом корректировать свои планы. Но выйти на темпы роста выше мировых нужно на рубеже 19-20-х годов уже. Пока за чертой бедности остаются более 20 миллионов граждан РФ, богатейшие россияне держат в офшорах активы на сумму, составляющую 60% российского ВВП. Это почти 60 триллионов рублей или более 1 триллиона долларов по курсу на сентябрь 2017 года. Представляете, кошмар. Такие данные опубликовал коммерсант. В целом по миру в офшорах сосредоточено 8% финансового богатства домохозяйства. Это 10% мирового ВВП или 5,6 триллиона долларов. С 2016 года ряд юрисдикций, включая Швейцарию, Люксембург, Нормандские острова и Гонконг, стали раскрывать информацию о размерах активов, которые держат в их банках граждане разных стран. Дополнительную информацию исследователям предоставили ряд утечек, таких как публикация Панамского архива. Международный консорциум журналистов-расследователей выявил огромное число незаконных сделок, в которых замешаны сотни тысяч фигурантов. Основой для исследования стали более 11,5 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, которые попали в распоряжение немецкого издания «Züdeutsche Zeitung». У близкого окружения президента Владимира Путина целая сеть секретных офшоров, куда из России были выведены миллиарды долларов. В базе также полные тезки 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Они были бенефициарами 50 офшоров, 20 из которых продолжают работать до сих пор. Всего стало известно более чем о 200 тысячах офшорах в 21 юрисдикции. В Кремле призвали не увязывать российскую политику по диофшоризации бизнеса с панамскими документами. Это совершенно разные явления, заметил пресс-секретарь президента России. Кроме того, панамские документы ворованы, сказал Дмитрий Песков. И вот на этом фоне сегодня Госдума отклонила законопроект, запрещающий родственникам депутатов и сенаторов заниматься бизнесом. В этой ситуации каждому нужно определиться. Или ты государственный человек и пришел на государственную службу для того, чтобы защищать интересы своего государства и своих избирателей, либо пришел для того, чтобы заниматься семейным бизнесом. Авторы позиционировали законопроект как антикоррупционный. Он должен был предотвратить конфликт интересов в работе и личной жизни парламентарьев. Но думское большинство посчитало документ противоречащим Конституции. По мнению ряда депутатов, он ограничивает права личности на занятия предпринимательской деятельностью. В результате законопроект был отклонен в первом чтении. Как были олигархи у власти, так и есть. Тем не менее, эти данные нельзя считать полными. В частности, они учитывают только депозиты, но неценные бумаги, облигации и доли паевых фондов. Кроме того, активное использование фирм-однодневок, зарегистрированных, например, на британских Виргинских островах или в Панаме, явление, получившее распространение с середины 2000-х годов, затрудняет определение происхождения активов. Объем офшорных сбережений для разных стран существенно отличается. Меньше всего денег прячут жители скандинавских стран. Не более 2% ВВП. В Центральной Европе этот показатель достигает уже 15%. А в России, странах Персидского залива и Латинской Америки – 60% ВВП. Если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен. Все и так развалится само по себе. В РФ рост нефтяных и газовых доходов в 2000-е годы сопровождался резким ростом офшорных активов. А вот в Китае, дружбой с которым так любит кичиться кремлевская рать, напротив, показатель офшорных активов не превышает 2,3% ВВП. Вот в этом и кроется главный секрет экономического превосходства Поднебесной империи над гораздо более богатой по ресурсному потенциалу Россией. Пока китайские толстосумы вкладывают деньги в развитие своей страны, представители Великой Необъятной любят родину лишь на словах и всеми силами пытаются спрятать от народа нефтегазовые барыши в офшорах. По оценкам экспертов, в прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов. Это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 50 миллиардов долларов российских инвестиций в другие страны также пришлись на офшоры. За этими цифрами выводы капиталов, которые должны работать в России. Прямые потери бюджета страны. Они есть. Кстати говоря, такие способы, здесь ничего такого, знаете, необычного нет. В некоторых странах уже вводится такая схема. Хотите в офшорах, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...